Привет, друзья! Вы на канале IT-муравейник, и с вами Александр Артеменко. На этом канале я рассказываю про Common Lisp и разные штуки, связанные с ним. Сегодня, возможно, немножечко необычная тема, потому что мы будем говорить не совсем про Lisp. Сегодня я хочу поговорить про YAML. Этот формат в наше время стал просто вездесущим. Конфиги для Docker Compose пишутся на нем. Конфиги для настройки CI на GitHub и GitLab пишутся тоже в YAML формате. У нас в Яндексе на YAML пишут backend, описывая архитектуру backend таким образом, чтобы по YAML файлу потом генерился код. То есть люди делают на YAML даже кодогенерацию. Причем они прикручивают это к Python, C++, Go. И так далее. Разные веб-API типа Swagger часто описываются сначала в YAML формате, а потом по ним генерится уже реальный код. И вот это вот жутко бесит, потому что я ненавижу писать YAML. Напишите в комментариях, поставьте лайк, если вы тоже не любите писать YAML. И, конечно, показывайте этот ролик всем, кто также ненавидит писать YAML. Почему YAML это плохо? Давайте загибать пальцы. Во-первых, это формат, который зависит от выравнивания строк с помощью табов или пробелов. Во-вторых, в YAML из коробки не работает автокомплит. И непонятно, в какой раздел какие ключевые слова можно писать. В-третьих, YAML это не язык программирования, но на нем пытаются программировать. В-четвертых, программы, написанные на YAML, очень часто содержат много дублирования, потому что в них просто сложно реюзать код. В YAML есть возможность ссылаться на секции в рамках одного файла, но когда нужно сослаться на другой файл, начинаются всякие внешние костыли, которые люди прикручивают сверху. Итак, вот есть несколько причин, по которым YAML можно не любить. Я практически уверен, что вы в комментах можете накидать еще десяток другой. Оставляйте комменты. А сейчас давайте посмотрим, на что можно заменить YAML. Ну и поскольку канал у нас про Common Lisp, конечно, мы будем менять его на Common Lisp. В одном из предыдущих видео я показывал шаблон, который использую для своих проектов. Так вот, этот шаблон включает в себя также настройки CI-пайплайнов для сборки документации, запуска тестов и запуска линтера для моих Common Lisp проектов. Так вот, раньше я эти конфиги писал в YAML-формате, страдал, и когда мне нужно было что-то переделать, то мне приходилось делать эти монотонные, одинаковые, похожие изменения в куче YAML-конфигов на всех своих десятках проектов. Мне это, в конце концов, надоело. Я сделал библиотеку, которая предоставляет собой, предоставляет DSL для описания CI-пайплайнов. Пока там поддерживается только GitHub, но на самом деле у меня есть идея, что можно писать к ней разные бэкэнды и генерировать конфиги не только для GitHub Actions, но и также для GitLab и для других подобных систем. Давайте для начала покажу, почему я страдал, описывая эти конфиги вручную в YAML-формате. Выглядели они примерно так. Начинался конфиг, в нем было сказано, когда следует запускать CI-пайплайн, дальше шли какие-то настройки. Давайте уменьшу немножечко шрифт, чтобы было понятно, насколько файл может быть большим. И когда требовалось в какой-нибудь из этих шагов внести изменения, мне приходилось перелопачивать кучу своих проектов, потому что эти конфиги лежали просто в виде плент-текст файликов с YAML. Например, если мне нужно было поменять версию экшена вот здесь и перейти везде во всех своих десятках проектов на третью версию, то мне приходилось вручную править эти файлики, что, согласитесь, не очень здорово. На что же я это поменял? Вернемся обратно. А поменял я это на такой DSL, на Common Lisp. Этот DSL делает абсолютно то же самое, что YAML на несколько экранов, которые я показывал только что. Этот DSL говорит о том, что нужно запустить тесты и запустить их под вот такими реализациями Lisp. Все. Ну, также он говорит, для какой ASDF-системы запускать. Тут их можно перечислить несколько. Разумеется, джобов тоже можно указывать несколько. Здесь у меня указан джоб RunTest, который отвечает за запуск тестов. Можно точно так же указать другие типы джобов. Например, для запуска линтеров или сборки доки. И вот теперь эти workflow выглядят у меня примерно одинаково для всех моих библиотек. И все, что нужно, чтобы создать описание в YAML формате для GitHub, это нажать Ctrl-C, Ctrl-C. И описание сгенерируется автоматически. И писать YAML вручную мне больше не надо. Но самое прекрасное то, что вот этот макрос DevWorkflow использует внутри себя функции, у которых есть параметры, понятные параметры, которые мне IDE подсказывает. И я понимаю, какие параметры в каких джобах можно указывать. Это же прекрасно. Давайте посмотрим, как это работает внутри. Сейчас я перейду на реальный Lisp файл, и мы там немножечко поиграемся с workflow. Итак, вот у меня реальный файл одного из моих проектов. Тут описан workflow для запуска линтера, для сборки доки и для запуска тестов. Как и говорил, у меня в моих библиотеках, я стараюсь все стандартизировать так, чтобы каждая из библиотек была устроена примерно одинаково. Об этом я как раз в видео рассказывал про шаблоны. А, кстати, если кому-то интересно, то видео про линтеры, тоже вот здесь ссылочка наверху. Посмотрите, там я показывал, кажется, вот этот workflow для запуска линтера. Но сейчас это не важно. Давайте покажу, как создается workflow с нуля. Для начала нам нужно написать DevWorkflow. Это макрос, у которого есть ряд параметров, и Emacs заботливо показывает мне в строке статуса, какие параметры есть. Обязательный параметр — это имя. Давайте зададим его HelloCI. Теперь можно нажать на этой форме Ctrl-C, Ctrl-C. Она скомпилировалась и одновременно создала нам файл для GitHub. Посмотрим на этот файл. Он кладется в папку GitHub. Workflows. Вот наш файл HelloCI. Несмотря на расширение YML, здесь генерируется JSON, потому что мне так было проще. А на самом деле JSON является под множеством YAML, и GitHub Actions прекрасно справляются с чтением JSON файлов. А генерировать их проще, по крайней мере, из CommonLisp. Вот у нас создался workflow, но у него нет никаких джобов. И также у него не указано, в каких случаях его надо запускать. Давайте попробуем указать опцию, которая скажет, что workflow надо запускать на каждый pull request. Добавляем опцию on pull request true. Выровняю немножко, чтобы это выглядело красиво. Снова жмем Ctrl-C, Ctrl-C, и вот наш файл обновился. На самом деле тут написано null, но это потому, что JSON так не позволяет добавить ключ к словарю, не указывая никакого значения. Не обращайте на это внимания. Теперь мы можем добавить какие-нибудь джобы. Джоб в терминах GitHub Workflow – это некая единица исполнения CI. Сам по себе джоб может состоять из более мелких единиц шагов. У меня в библиотеке, которую я создал, DSL поддерживает несколько разных типов джобов, которые специфичны именно для CommonLisp. Каждый из этих джобов умеет настраивать нужную реализацию CommonLisp, а дальше в зависимости от типа запускает либо линтеры, либо тесты, либо собирает доку. Но мы можем сделать джоб самого базового класса и добавить в него просто произвольные шаги для запуска Shell Command. Сейчас покажу, как это делается. Укажем «Jobs» и дальше нам нужно передать список джобов. Тут прекрасно работает автокомплит, который подсказывает нам класс джоба. Я его проимпортирую, чтобы код был покороче. И теперь для джоб нужно указать параметры. Параметры тут могут быть такие. Пока что тут плохо разграничено, какой джоб относится к лиспу, а какой нет. Но самое основное, что у джоба есть, это шаги. Нам нужно указать шаги, из которых джоб будет состоять. Если мы их не укажем и попробуем скомпилировать, то у нас получится какой-то пустой шаг. Вот у нас появился джоб, но у него поле шаги не заполнено. Поэтому нам нужно сделать здесь указание шагов. В качестве шага можно указывать либо выполнение какого-то гитхаб-экшена, либо можно указать просто shell-команду. Тоже проимпортирую. И для шага задается имя. Не знаю, например, build. И какая-то команда. Пускай там будет, например, make lisp. Снова нажму Ctrl-C, Ctrl-C. И в файле для гитхаба появился шаг для сборки чего-то. Мы точно так же можем наплодить этих шагов тут много разных. Например, там, upload-артефакт. А, я забыл, что когда степов несколько, нужно указывать их в виде списка. Сейчас исправим. Вот теперь у нас два шага. Если же я укажу шаг как гитхаб-экшен, то тут появится уже вызов соответствующего гитхаб-экшена. Это другой тип шага, которому нужно так же сказать имя, например, setup, а в качестве второго аргумента передать название гитхаб-экшена. Например, setup lisp. И теперь шаги немножко поменялись. Появился вот этот шаг, который настраивает lisp. Мы можем так же использовать в качестве job какой-то более высокоуровневый job, который уже включает в себя несколько шагов. Например, вот этот job run tests. это класс, который включает в себя несколько шагов. Он включает в себя настройку окружения для запуска lisp кода. И также он умеет запускать тесты с помощью asdf-test-system. Шаги нам теперь уже не нужны. Их можно указать, и они будут как дополнительные. Вот. run tests нужно сказать, какую asdf-систему мы будем тестировать. И для нее он сгенерирует соответствующий код. Job типа run tests нужно указать asdf-систему, которую нужно тестировать. И для нее он сгенерирует ряд шагов. Видите, как тут много шагов. Первый шаг – check-out кода, потом настройка lisp окружения. Ну и так далее. Потом запуск тестов. Если мы посмотрим на то, как это внутри устроено, то увидим, что run tests – это класс. Run tests – это класс, у которого есть метод, возвращающий шаги, которые должны быть выполнены для того, чтобы выполнить этот job. И помимо основного шага, который запускает тесты, мы также наследуем шаги от базового класса. А у базового класса шаги умеют настраивать окружение. Если мы посмотрим еще раз на класс run tests, то он наследует свои шаги от lisp job. Таким образом, можно переиспользовать логику, можно переиспользовать код, который создает CI-пиплайн. Более того, какие-то дополнительные шаги, которые можно использовать вместе с моей библиотекой, можно включить в отдельную SDF-систему и распространять отдельно от нее. То есть эту библиотеку 40Ans CI можно расширять с помощью Close. И это очень здорово. Я надеюсь, найдутся энтузиасты, которые подхватят эту идею и создадут какие-то дополнительные свои типы джобов или шагов для построения CI-пиплайнов. Итого, мы посмотрели сейчас на то, чем можно заменить YAML. И при этом такая замена будет более живой в точке зрения разработки, потому что мы интерактивно можем менять какие-то параметры и из маленького сжатого DSL получать развернутое описание CI-пиплайна в YAML или JSON формате. Кроме того, такой формат, как вы увидели, позволяет легко расширять функциональность пайплайна, наследовать код. Редактор автоматически подсказывает, какие параметры доступны. И все это работает просто отлично за счет того, что эта кодогенерация построена вокруг настоящего языка программирования, а не на базе какого-то формата представления данных, как YAML. Ссылочку на мою библиотеку вы найдете внизу в описании. Ну а на этом у меня все. Пишите DSL на CommonLisp, упрощайте себе жизнь. Всем Лиспа в ваши сердца. Пока!